Проповедь 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 «Сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слово Твоего. Я вимилась рабу Твоему и буду жить и хоронить Слово Твое. Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего. Странник на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укоротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои – утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по Слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня, научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя, истаивая этот скорби, укрепи меня по Слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред Собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Поспешу путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобой. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твоей благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдой Твоей. Да придут ко мне милости Твоей, Господи. Спасение Твое по слову Твоему, и я дам ответ поносящему меня, ибо я уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои. И буду хранить закон Твой всегда, во веки и веков. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями. Не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими, на месте странстваний моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои хранил. Удел мой, Господи, сказал и соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях Твоих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал, славословить Тебя за праведные суды Твои. Друг, я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои, милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведю не научи меня, ибо заповедям Твоим я верю. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню. Благо и благодетелен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Гордый и сплетает на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их как туг, я же с законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон устав Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боясь, если Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, я буду жить, ибо закон Твое утешение мое. Да будут постыжены горды, ибо без вина угнетает меня, а я размышляю по велениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа мое о спасении Твое. Уповаю на Слово Твое. Истаивает очи мое о слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня, я встал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего, когда произведешь суд над гонителями моими, яму вырыли мне гордо и вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои истинно, несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживи меня и буду хранить откровения уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в роды родов. Ты поставил землю, и она стоит по определениям Твоим. Все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твое спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые преследуют меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой. Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживай ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои. Лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое. Светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я, не уклоняясь от повелений Твоих, откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они веселее сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты по крову мой, и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконно, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь. Как изгорь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Ты пещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду. Не предай меня гонителям моим. Заступи за раба Твоего ко благу моего, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивай точи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоей по милости Твоей, уставом Твоим научи меня. Я раб Твой, разуми меня, и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивное откровение Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открывай уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем. И не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто. И раб Твой возлюбил его. Я мал и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, закон Твой истина. Скорбь и горечь постигли меня, заповеди Твои, утешение мое. Правда откровений Твоих вечно. Вразуми меня, я буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Придворяю рассвет и взываю на Слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавства, далеко не от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Возри на бедствие мое, избавь меня, ибо я, не забывая закона Твоего, вступись в дело мое и защити меня по слову Твоему, оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание Слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится Слова Твоего. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Убываю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вот пред лицо Твое, Господи, по Слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по Слову Твоему избав меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, закон Твой, утешение мое. Да живет душа моя, и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянной, взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих не забыл. 15 минут, 50 секунд. Какие у вас были мысли, когда вы поняли, что я собираюсь читать этот псалом до конца? Как-то однажды я слушал одного проповедника, который прочитал весь 118-й псалом. И слушая, я думал, что он делает? Что он делает? Остановись, хватит! Зачем так много времени ты тратишь на это? Мы живем во время, когда все должно быть быстро, ярко и коротко. Самое яркое и важное за минимум времени. И если кто-то на утреннем собрании попытается прочитать весь 118-й псалом, то для многих это чуть ли не теракт совершить на утреннем богослужении. Вы знаете, слушая до проповедника, я подумал, до чего мы дожились, чтобы почитать 15 минут Писания на собрании, это что-то ненормальное. Но Бог решил именно такой сделать псалом. 176 стихов. Он решил именно так записать этот псалом для нас. 118-й псалом – это без преуменьшения шедевр. Этот псалом – бездонный кладец истин о Слове Божьем. Этот псалом очень уникально организован, возможно, вы знаете. Этот псалом называется «Псалом Акрастих». В еврейском языке есть 22 буквы. И вот каждые 8 стихов этого псалма начинается, если это на русский язык перевнести, первые 8 стихов начинаются на букву А, вторые 8 на букву Б, третьи на букву В, четвертые 8 на букву Г. И таким образом, вы понимаете, 22 умножьте на 8, получится этот замечательный псалом. Для того, чтобы написать псалом, вы представляете, как нужно было поработать, сколько нужно было терминов подобрать, чтобы очень ясно выразить. Кстати, в этом псалме встречается 8 терминов о Слове Божьем. Закон, откровение, повеление, уставы, заповеди, суды, слова и определение. Он берет 8 слов об истине, понимаете, организовывает в их столбике по 8 блоков, и на 22 буквы еврейского алфавита рисует этот псалом. Это просто шедевр. Конечно, когда его перевели на русский, мы уже этого не видим, но это уникально. Наверное, я думаю, что этот человек, скорее всего, ему было так проще заучивать. Вот если ты знаешь, что эти стихи начинаются на эту букву, следующие на следующую, понимаете, по крайней мере, ты знаешь первое слово уже. От первого слова гораздо проще вспомнить весь стих. Кстати, я лично знаю двух людей, которые выучили наизусть 118-й псалом. Я преподавал в христианском колледже много лет, и я немножко люблю подразнить студентов, и я говорил, у вас есть два варианта, как можно сдать мой курс. Прочитать все книги, сделать все задания, написать экзамен, или просто выйдите мне и расскажите наизусть 118-й псалом. Я так, знаете, дразнил их, посмеялся над ними, не знаю лет, так сколько прошло. И вот однажды, начиная лекция, поднимает один студент руку и говорит, я готов рассказать 118-й псалом. И он вышел и без запинки, от начала до конца рассказал его наизусть. Когда я служил в Харькове, у нас уверовала одна женщина, ее уже было лет 80, она такая была крепкая и силой, и духом. И она очень полюбила Божье Слово, она дежурила в церкви у нас. И я как-то пришел, и она говорит, Данилович говорит, я тебе хочу рассказать 118-й псалом, 83 года. Я сел, и она мне от начала до конца процитировала этот псалом, 83 года. В этом псаломе много истин. Вы, наверное, заметили, если вы отмечали, там множество великолепных истин. Истин, обетований, утешения для любой ситуации жизни. И моя цель сегодня, я хочу, чтобы вы полюбили больше Слово Божье. Я молюсь о том, чтобы вы больше полюбили Слово Божье. Итак, глядя на этот псалом, я хочу быстро обратить ваше внимание на 4 мысли, насколько мы успеем сегодня. Во-первых, этот псалом очень ярко показывает нам природу Божьего Слова. Природу Божьего Слова. Во-первых, он показывает нам, что Божье Слово истинно. Смотрите, 160-й стих. Основание Слова твоего истинно. И вечен всякий суд правды твоей. Послушайте, Божье Слово говорит истину. Мы не можем верить всему, тому, чему мы читаем в интернете. Мы не можем верить всем словам преподавателей. Конечно же, мы не можем верить всем заявлениям политиков. Более того, мы не можем быть уверенны в честности тех, кто проверяет заявления политиков. Статистикой можно манипулировать, фотографии можно подделать, обложки журналов можно отретушировать. Наши учителя, друзья, наука, исследователи, даже наши глаза могут нас обмануть. Но Божье Слово – всецело истина. Если вы хотите узнать правду о себе, о людях, о мире, о будущем, о прошлом, о праведной жизни, о Боге, обратитесь к истине Слова Божьего. Иоанна 17,17 Христос говорил, «Слово Твое есть истина». Томас Уатсон, когда говорил прекрасный цитат, он говорил следующее. «Библия – маршрут для христианина на пути в вечность. Карта для его ежедневного хождения, часы, по которым он сверяет свою жизнь, весы, на которых он взвешивает свои поступки». Оно показывает нам истину. Это стандарт. Во-вторых, Слово Божье вечно. 89 стих, смотрите. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в род и род». 152 стих. «Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки». Человеческие учения постоянно меняются. Слово же Господне неизменно вовек. Послушайте. Старайтесь свою жизнь, строите свою жизнь на неизменном слове, и вы выдержите все изменения жизни. В жизни все будет без конца меняться, постоянно, всю жизнь, до нашей смерти. Слово вовеки, оно неизменно. Божья истина вечно. Сегодня, знаете, нам говорят о том, что каждый определяет истину сам, как будто бы универсальной истины нет. Ты сам определяй, что для тебя есть истина. Друзья, мы не можем определять истину. Нам надо узнать истину и покориться ей. Важно не то, что вы чувствуете. Важно не то, что мы думаем или нам показалось. Важно то, что говорит Бог в истине. И нам нужно это знать и свою жизнь подстроить под истину, свои мысли, свои чувства. Все, о чем мы размышляем, все пройдет. Истина выстояла в века, и она будет стоять дальше. В-третьих, Божье Слово чисто. 140 стих. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Идеи, высказанные в Писании, не были порождением разума запутавшегося человека. Они богодухновенные. Это то, что Божий Дух хотел передать нам. Очень ясно, точно, без ошибок. Бог абсолютно верен в мельчайших деталях своих обещаний. И мы можем поручиться за Божье Слово, что то, что здесь написано, точно сбудется. Смотрите, как относился Иисус Христос к Слову Божьему. Матфея 5,18. Он говорит, «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». И последнее. Слово Божье совершенно. 138 стих. «Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». Послушайте, здесь записано все, что нам нужно знать. Здесь записано не все, что мы хотим узнать, но здесь записано абсолютно все, что вам и мне нужно знать для того, чтобы быть спасенным и вести благочестивую жизнь. Сюда не надо ничего добавить, отсюда ничего нельзя убавлять. Здесь есть все, что нам нужно. Возможно, вы слышали эти знаменитые слова Лютера. Он как-то говорил. «Я заключил с Богом завет, чтобы он не подавал мне ни видений, ни снов, ни даже ангелов. Не послал. Я полностью доволен даром Священного Писания, которое дает мне обильное наставление. И все, что мне нужно знать, как о нынешней жизни, так и о грядущей, оно совершенно... Здесь есть абсолютно все для нас». Вторая мысль о Божьем Слове, на которое я хочу обратить ваше внимание. Действие Божьего Слова. Итак, оно уникально. Что оно делает? Посмотрите, как много этот псалом говорит об этом. Во-первых, оно делает счастливым. Божье Слово делает счастливым. Смотрите, первый и второй стих. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господней, блаженны хранящие откровения Твои». Послушайте. Счастливый человек – это человек Божьей книги. Счастливый человек – это человек Божьей книги. Цель Божьих повелений – не ущемить нас, не обделить нас, наоборот, оградить от зла и сделать счастливым. И тот, кто ходит в Слове Божьем, тот по-настоящему счастливый человек. Во-вторых, ведет к чистоте. Посмотрите 9-й и 11-й стих. «Как юночи содержат в чистоте путь свой, хранение в себя по Слову Твоему». Одиннадцатый. «В сердце моем сокрыл за Слово Твое, чтобы не грешить при Тобой». Брат мой, сестра, ты борешься с грехом, и у тебя не получается. Вот что тебе нужно. Тебе нужно Слово Божье поместить в сердце свое, чтобы когда у тебя идет искушение, ты мог опереться на эту истину. Помните, как Христос победил искушение в пустыне? Он говорил, написано, написано, «Юноши, молодые люди, я знаю вашу борьбу с компьютерными играми, с сетями, со всей грязью, которая есть там. Хотите победить? Вам нужно ваше сердце наполнить истинной Слово Божьего». В-третьих, оно оживляет. 50-й стих. «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Какой замечательный текст. «Слово Твое оживляет меня». Послушайте. Истинное пробуждение. Третий флайд. Истинное пробуждение всегда начинается с изменения отношения к Божьему Слову. Если вы видите, что вы где-то в духовном застое, если вы видите, что вы где-то там внизу сейчас, и ваша духовная жизнь очень плохая, если вы хотите подняться оттуда, все начинается вот отсюда, вам нужно изменить отношение к Божьему Слову. Божий Дух, пробуждая людей, Он ведет их прежде всего к истине Священного Писания, которая их оживляет. Мы вспоминали о Лютере уже. Бог использовал Лютера, интересно, и через него совершилось великое пробуждение, великая реформация. Смотрите, что он говорил. Вот его цитата. Он пишет следующее. «Я просто преподавал, проповедовал Слово Божье, я писал о нем, больше я ничего не делал. И тогда, пока я спал, само Слово нанесло папству такой сокрушительный удар, какого не наносили ему никакой царь или император». Смотрите, что он дальше пишет. «Я не сделал ничего. Все совершило Слово». Он открыл истину людям, он дал истину людям, он проповедовал истину людям. Эта истина оживила их. Вспомните первый псалом, замечательный. Автор этого псалма говорит так. «Блажен муж, помните, который не ходит, не стоит, не сидит и дальше говорит, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое». Мне вот это так нравится фраза. Послушайте. «Лист, которого не вянет, он evergreen». Вы видели, да? Слышали в нашем штате? Evergreen state. Вечно зеленый штат. И нам так хочется, чтобы наша душа была вечно зеленой. Мы устаем, друзья, от этих бесконечных колебаний. То вверх, то вниз, то хорошее, то плохое настроение. Хотите быть вечно зеленым внутри? Знаете, кто такой человек? Тот человек, который любит слово. Ему тяжело, он туда нашел оживление. Ему радостно, он туда, он находит о чем петь. У него горе, он бежит к Слову Божию. И там он питается соком небесным, поэтому он оживляется постоянно. Он вечно зеленый. Посмотрите, как здесь сказано, здесь «лист которого не вянет». Друг мой, если ты сейчас завял, посмотри на свое отношение к Божьему Слову. Скорее всего, это оттуда. Четвертое. Слово Божье умудряет. Смотрите, 98 стих и дальше. «Заповеди твои ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях твоих, я ж сведусь более старцев, ибо повеления твои храню». О, псалмопевис не говорит эти слова с превозношением, мол, я самый умный. Нет, не об этом. Он просто пытается показать нам, что мудрость Бога всегда превосходит мудрость человека. Что бы там люди ни говорили, мудрость Бога выше всей мудрости человеческой. И когда ты вникаешь в Слово и живешь им, ты получаешь эту настоящую мудрость. Пятое. Дает мир. О, посмотрите на этот сладкий текст. 165 стих. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Не просто мир, а велик мир, он вечно зелен внутри, он питается, у него есть сила, у него есть энергия, он уповает на Господа. Ну кто, у кого этот мир? Посмотрите. «У любящих, любящих закон твой». В-шестых. Слово Божье указывает путь. Посмотрите, знаменитый 105 стих. «Слово Твое светильник ноге моей, и свет стезе моей». О, друзья, жизнь тяжелая штука, вы это уже поняли. Иногда бывают такие моменты, когда ты блуждаешь и не знаешь, что делать. Кстати, я в прошлое воскресенье и обращал внимания на последний стих, 176-й. Помните, псалмопевец говорит, «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи, рабатываю». Помните, он не говорит здесь, как пес потерянный или как кошка потерянная, которые могут найти дорогу назад. Он говорит, как овца, и он понимает, что если Бог не даст ему, он потеряется. И он взывает Богу, мы теряемся на наших жизненных путях. Но именно через Слово Божье Господь-то и возвращает нас и показывает нам настоящий путь. Смотрите, 24-й стих. «Откровение Твое, утешение Мое, советники Мои». Вам нужен лучший совет. Мы, конечно же, часто бежим сразу к пастору и к духовному наставнику, что очень неплохо. Но перед тем, как побежать туда, сядьте и подумайте, а что Бог говорит вам в вашей ситуации. Это лучший советник, который есть. Здесь описаны все ситуации, принципы для любой ситуации жизни в Слове Божьем. В Слове Божьем. Друзья мои, меня очень сильно беспокоит то, что в нашей культуре сегодня господствует не истина, не текст Писания, ни Слово Писания. Сегодня господствуют в нашей культуре быстро сменяющиеся картинки. Слова уже никто не читает. Библия для многих людей становится старомодной книгой какой-то. В лучшем случае они послушают там полглавы, когда им кто-то прочитает, потому что уже мало кто читает сегодня. Но Бог решил передать нам истину в словах. Он записал ее нам, чтобы мы, читая, размышляли о ней. Знаете, наши умы сегодня полны картинок и разнообразной информации с интернета, а из-за этого наши души пусты. Интернет разрушает способность концентрации и размышлению. Молодой человек, который насмотрелся этих картинок в интернете, он потом садится читать Библию, он не может сконцентрироваться, он не может уже читать. Один человек как-то сказал, я был раньше аквалангистом в море слов, а сейчас я проношусь по поверхности, как парень на моторной лодке. Сто процентов. Ради людей ныряли в слово и купались в его красоте, а сегодня просто на моторной лодке быстренько проехал и не зацепляет, и не зацепляет, и это проблема. Идолы, развлечения и удовольствия забирают наше время и внимание, и ощущение Слова Божьего. И если, друзья, мы не уничтожим этих идолов в сердце, они сделают нашу жизнь безрадостной и бесплодной. В апреле 83-го года Роберт Фирлинг, живший в штате Миссури, был найден мертвым в своей постели. Его задушил его домашний питомец, питон. Он вырастил его, игрался с ним, безмерно доверял ему, пока однажды он его не задушил. Знаете, каждый из нас живет со своими змеями. Эти змеи называются грехами. Процесс их уничтожения в Библии называется умершлением. Умершлеть, умертвить эти вещи, иначе они высосут все силы из вашей души. В январе 2001-го года агентство Reuters напечатало рассказ о южноафриканце Лукасе Сибонсе, на которого напал питон и попал в ловушку из сжимающихся колец. Знаете, что он начал делать? Он понимает, что он в страшном состоянии, что он начал делать? Он схватил питона ниже головы зубами за глотку. И он грыз глотку, как только мог, и дергал луками и ногами, и грыз его, пока питон не отпустил кольца, и он не освободился. Друзья, питоны греха хотят вас задушить, Перегрезите им глотку, или они уничтожат вашу жизнь. Молодые люди, сидящие здесь, мы общаемся с вами, я просто поражаюсь, как много времени дьявол забирает у вас игры, соцсети, компьютеры, без конца все там. Это уничтожит вашу жизнь. Перегрезите глотку всем этим змеям. Опять же, вы понимаете, я образно говорю здесь, специально говорю так, чтобы вы услышали это, друзья, наполняйте душу истиной, и она оживит вас. Третье, реакция на Божье Слово. Несколько мыслей здесь. Во-первых, постоянно размышляйте о Божьем Слове. 55 стих, «Ночи вспоминал я имя Твое, Господи, хранил закон Твой, он стал моим». 97 стих, «Как люблю я закон Твой, везде не размышляю о нем». 117, «Поддержи меня, я спасусь, ибо уставы, в уставы Твои, буду вникать непрестанно». 148, «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое». Друзья мои, сегодня Библии переплетает в кожу из золота. Но куда важнее вплеси Библию в нашу жизнь. Легко купить дорогую Библию, и что очень неплохо, но ее нужно вплести в нашу жизнь. Джон Оуэн как-то сказал великолепную цитату, посмотрите, он пишет следующее. «В Божественном Писании есть как мелководие, так и глубины. Мелководие там, где может пройти ягненок, а глубины там, где может плавать слон». очень интересный текст. Ты ныряешь в Божье Слово, есть какие-то моменты на поверхности очень ясные, но оно безмерно глубокое. Там столько истины, которой хватит на всю жизнь. Там и слон плавать может, и утонуть может. Там невероятная глубина. Купайтесь, друзья мои, в Божьем Слове. Мы никогда не перерастем Библию. Мы никогда не перерастем Библию, и поэтому она всегда будет средством нашего духовного роста. Посмотрите, 48 стих. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об усавах твоих». Друзья мои, особенно молодые люди, всякий раз, когда ваши руки пустые, тяните их не к телефону, тяните их к Божьему Слову. Он говорит, «Буду простирать их к заповедям твоим, которые возлюбил». Во-вторых, просите Бога открыть вам глаза. 18 стих. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». 33 стих. «Укажи мне, Господи, путь уставов твоих буду держаться до конца. Вразуми меня, и буду заблюдать закон твой». Дальше. «Поставь меня на стезу заповедей твоих, преклони сердце мое к откровениям твоим». Нам нужны зрячие глаза. Можно находиться среди великолепных картин в галерее и не видеть их красоты. Чтобы нам видеть и разуметь глубокие истины Писания, нужно, чтобы Бог открыл глаза, чтобы Он дал понимание, иначе истина ускользает от наших глаз. «Молите Бога, Господи, открой глаза мои. Боже, покажи мне». В-третьих, говорите о Божьем Слове. Посмотрите 46 стих, какой он вкусный. «Буду говорить об откровениях твоих перед царями. Не постыжусь». Он не только думал об этом, он говорил о нем, он хотел, чтобы это назидало и других людей. Кстати, музыканты, это ваш текст. Смотрите, 54 стих. «Уставы твои были песнями моими на месте странствования моих». Он говорит, он поет о них. Где бы он ни был, он назидается истиной, когда он пел эту истину. Четвертое. Размышляйте в страданиях. Посмотрите, 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню». 71. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Через все, что с нами происходит, с нами говорит Бог. Через все, что с вами происходит в жизни, с вашей душой говорит Бог. Подумайте об этом. Он хочет напомнить вам какую-то истину, которой вам нужно жить. Благодаря страданиям псалмопевец приобрел в понимании истины больше, чем он уплотил в страданиях. И он радуется этому. Пятое. Передайте детям. Мне так нравится этот 111 стих. Смотрите. «Откровения твои я принял как наследие, как наследство навеки, ибо они висели сердца моего». Родители, послушайте, это очень важная мысль, я специально записал ее. Посмотрите, запомните эту мысль сегодня для себя. «Человек, который оставил своим детям только деньги, оставил их бедными». Человек, который оставил своим детям только деньги, оставил их бедными. Деньги пройдут, все меняется в этом мире, все падает, все рушится, только истина неизменно. Если вы хотите, чтобы ваши дети прошли через любые перипетии жизни, им нужно основание, и деньги – это не основание, оно лишь временное. Передайте им истину Божьего Слова. Самый естественный путь распространения христианства – это семья. Когда-то, кстати, у Пайпера на конференции спросили, верит ли он в непогрешимость Писания, или почему он верит в непогрешимость Писания. Он немножко с юмором, но сказал следующее. «Потому что так мне сказала мама». Все начинается вот отсюда. Помните Тимофея? У него была мать и бабка, которые научили его Писанию, которые привели его к спасению во Христе Иисуса. Слушайте, знать Священное Писание с детства – это честь. Знать Писание с детства – это честь. Передайте его детям. И последнее. Дорожите больше, чем сокровищем. Смотрите 72 стих. «Законуство их для меня лучше тысяч золота и серебра». 127. «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Я читаю эти тексты. Они такие вкусные, сочные. Они, с одной стороны, радуют меня. Честно, с другой стороны, они просто стыдят меня. У этого человека даже полной Библии не было. Понимаете? У него была часть Ветхого Завета. И он просто невероятно наслаждается. У нас есть полный канон Священного Писания. И как часто мы не видим вот этой энергии, этой жажды к Слову Божьему. У меня чуть-чуть времени осталось в последнее. Четвертое. Но очень важно. Я хотел сюда вас привести. Центр Божьего Слова. Послушайте. Записанное Божье Слово указывает нам на нечто более великое. Вот фраза. Посмотри, подумайте о ней. Мы имеем доступ к Богу не из-за нашего послушания записанному Слову, но из-за совершенной жизни воплощенного Слова Иисуса Христа. Мы не сможем с вами исполнить все заповеди здесь, 118-го псалма. Они великолепны. Если бы ими мы спасались, мы бы все погибли. Но есть воплощенное Слово Иисус Христос, который пришел на землю, чтобы исполнить это вместо нас. Вспомните Луки 24, 44. Иисус сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанного о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Значит, этот текст, 118-й псалм, должен нас как-то ко Христу вести. Где в 118-м псалме упоминается Христос? Если вы полистаете, как-то вроде прямо и не находишь там, прямых цитат вроде бы как бы и нет, но подумайте вот с этой стороны. Первый стих. «Блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровения, всем сердцем ищущие Его, они не делают беззакония, ходят путями Его». Кто был непорочен? Кто всем сердцем искал Бога? Кто не делал беззакония? Это сделал в совершенстве лишь один – Иисус Христос. Тот, кто в совершенстве исполнил Божий закон, был убит, как нарушитель Божьего закона, чтобы нас с вами спасти. 99-й стих. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих». Вспомните ребенка Христа, сидящего в храме с учителями закона. 136-й. «Из глаз моих текут потоки ввод от того, что не хранят закона Твоего». Вспомните Христа, который смотрит на Иерусалим и плачет. «Потому что не хранят закона». 157-й. «Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь». Христа хотели много раз погубить. Множество раз. 69-й стих. «Гордый сплетает на меня ложь. Сколько раз против Христа кривитали и хотели опорочить Его имя». 143-й. «Скорбь и горечь постигли меня, заповеди Твои, утешения мои». «Скорби и горечь постигли меня». Вы не слышите здесь эхо гефсимании. «Мы все проходим через скорбь и горечь, но Он прошел через самую страшную скорбь и горечь ради нашего спасения». 112-й стих. «Я преклонил сердце моё к исполнению уставов Твоих навек до конца». Он был верен до последнего вздоха. Он был верен Божьему Слову. Там на кресте Он возвал и сказал «Совершилось». Он был верен до конца. 107-й стих. «Сильно угнетён я, Господи, оживи меня по Слову Твоему». Он умер там, но Бог оживил его, потому что он был беспорочен. 149-й стих. «Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по Суду Твоему, оживи меня». И Бог его оживил. Он восстан из мёртвых, чтобы нас с вами спасти. О чудесный Спаситель! О спасении которого, рождении которого мы вспоминаем в эти дни. Моё время закончилось. Итак, друзья, всё, что я хотел сегодня сделать, я люблю Божье Слово. И мне хочется чуточку заразить вас больше любовью к Божьему Слову. Вы посмотрите, насколько оно вкусное, Божье Слово. Сколько здесь питательной, великолепной истины. Одним из точнейших индикаторов определения духовного состояния человека является его любовь к Божьему Слову. Не может быть и речи о духовном росте без любви к Божьему Слову. Дорогие мои, родители наши дорогие, любите Божье Слово сильнее. семьи, дорогие, люди среднего возраста собранные здесь, молодёжь, я молюсь о вас, у вас так много искушений сегодня. Тинейджеры, я вижу, как мир пытается разорвать, приковать ваше внимание к себе. Дети дорогие, любите Божье Слово. Любите Божье Слово. Оно даст вам жизнь. Давайте помолимся. Аминь. Господи, я славлю Тебя, что могу стоять здесь за кафедрой в дорогой нам церкви, где десятилетиями проповедовалась истина и проповедуется дальше. Я молю Тебя, Господи, чтобы те люди здесь, которые любят истину, стали любить её ещё горячей. Те, кто ослабел, Господи, верни им любовь к Писанию. Особенно прошу Тебя за молодых людей, за подростков, игры, интернет, которых разрывает просто на части и души, и души джимая. Разорви, Господи, эту удавку. Твое Слово говорит, что Ты поддерживаешь всех падающих. Ты освобождаешь узников. Ты восставляешь согбённых. Тех, кто находится, Господи, в узах греха, мы молим Тебя, освободи их сегодня. Тех, кто падает, поддержи их. Господи, восстанови тех, кого грех согнул, чтобы мы стояли прямо, любили Тебя, жили в Слове Твоём и были по-настоящему счастливыми людьми. Ради Христа просим Тебя. Аминь. Продолжение следует...